Фестиваль «Шереметьевские музыкальные ассамблеи», который проводит местная государственная филармония, призван возродить традиции известного дворянского рода Шереметьевых, тесно связанного с Белгородской землей, и познакомит жителей края с выдающимися исполнителями. Слово Виталию Старикову. В рамках фестиваля «Шереметьевские музыкальные ассамблеи» белгородцы встречаются с патриаршем праздничным мужским хором Московского Данилова монастыря. Хор Данилова монастыря, в составе которого профессиональные певцы, известен и в России и за рубежом. Певчие постоянно участвуют в богослужениях, помогая и священнослужителям, и прихожанам в храме сосредоточиться на молитве. Ту же задачу ставят пред собой участники хора и на концертных выступлениях. Перенести вот это состояние из храма на сцену – это главная задача любого церковного хора, тем более хора монастырского. Почему? Потому что публика – это те же прихожане, которые хотят услышать не концертность, а которые хотят услышать, как это звучит, как вообще исполняется духовная музыка. И если мы на сцене не покажем, например, в пении Херувимской, что в этот момент совершается какое-то действо, и люди этого не поймут, они просто воспримут это как музыкальное сочинение, и, может быть, не так проникнутся, как они проникаются, когда они чувствуют, что это какое-то действо. Приятным подарком белгородцам стало исполнение хором Данилова монастыря ежечасной молитвы небесного покровителя святого Белогорья, святителя Иоасафа. В первом отделении прозвучали также древние и современные духовные песни, произведения, сочетающие в себе и глубокую молитву, обращенную к Богу, и простоту народной песни. Прекрасный хор, давно мечтали послушать, много слышали о нем, и вот удалось это сделать. Просто здорово, прекрасное впечатление, прекрасная музыка. Ощущение самое потрясающее, потому что необыкновенное многоголосье, необыкновенное песнопение, и, понимаете, чувства перехлёстывают, удивительный зал. Встреча белгородцев и певчих хора Данилова монастыря стала приятным подарком для обеих сторон. Слушатели получили истинное удовольствие от мастерства исполнителей, а гости были покорены тёплым приёмом. Немаловажной для них была и возможность приложиться в Преображенском кафедральном соборе к мощам святителей Иоасафа. Публика великолепная, с первых аккордов, буквально отдача от зала, просто даже неожиданная. Город чистый, приветливый, город высокой культуры. Во втором отделении звучали казачьи, военные, исторические, русские народные песни. ПЕСНЯ Для всей Белгородчины очень значимое событие, потому что оно настолько духовно нам близко и понятно, и родное. И, наверное, много здесь и слов не нужно. Достаточно посмотреть на лица тех людей, которые выходят. И я думаю, что все здесь почувствовали, что православная Русь ещё жива, и Русь ещё поёт. И именно здесь, в этом зале, мы как-то все сразу почувствовали, в чём смысл нашего общего бытия на этой земле. Мы русские, имея такую культуру, нам есть что сказать миру. Пусть посмотрят, в чём достоинство человека, в чём ценность его души. Вот в таком, явленном в этом зале, высоком искусстве, высокой культуре и высокой духовности. Здесь чувствовалось, что Бог сегодня был с нами. Виталий Стариков, Артём Антонов. Вести Белград для телекомпании «Союз».